Месяц Ниссан в Талмуде написано, что когда человеку снится кто-то, например, Йоханнан, по имени, что там есть два Нуна, это значит Нисей Нисим Ясуло. У него будут чудеса чудес, всем чудесам чудеса, вот так. А Месяц Ниссан, так его увеличают Ниссан, два Нуна у него, первый Нун и последний Нун, это значит ждут нас веселые и чудесные времена. Кроме того, написано, что Бенисан не Галу, а Бутейну. Наши предки получили избавление, избавились от ига какого-либо, это имеется в виду египетский ига, в Месяце Ниссан. И в Месяце Ниссан они в будущем будут избавлены. То есть в последний их Галу, в последнее их изгнание закончится Месяц Ниссан. Это весь месяц полностью расположен для явления Мушиеха. Надо молиться и добиваться, а каждый еврей и каждый человек вообще может внести свою лепту в приход Мушиеха и в совершенство нашего избавления. Я сейчас хочу задеть тему, которая на самом деле не только у меня, не только в моих глазах и в глазах моих соратников. Я думаю, что она в глазах очень многих людей является распростертыми вратами в приход Мушиеха. Какой это день? Это день, который начинается по нашему календарю сегодня ночью. Юд Ниссан. Десять дней в Ниссане. Сегодня вечером начинается Юд Алэф. Одиннадцатый день Ниссана. В этот одиннадцатый день Ниссана мир. Все миры. Все от начала до конца. Все творение получило великого человека. Юд Алэф Ниссан. Очень много сказано об этом. Очень обо многом люди уже знали и знают. Это день рождения Рэбэ. День рождения нашего последнего любавического Рэбэ. Последнего в династии предводителей и лидеров Хабада. Еще одна небольшая деталь. Это то, что он являлся седьмым от начала династии Хабада. А что написано у наших мудрецов? Что все седьмые, они любимы. К ним имеется особая благосклонность. А самое главное это то, что наш Моисей, Мушер Абэн, у Медраж, говорит, что он был седьмым после Авраама. И так как он был седьмой, то он вывел евреев из Египта. Это было, мне кажется, намного большее чудо, а может быть нет, чем выход евреев из Советского Союза. Между прочим, я когда-то, может быть, говорил вам, что Митсраин в цифровом значении букв означает триста восемьдесят. А триста восемьдесят – это СССР. Самах. Самах – это шестьдесят. Три раза самах – это сто восемьдесят. Прибавьте «Р» – еще двести. Вот нам триста восемьдесят. Это одна цепочка. И так же, как нам не нужно представлять, мы хорошо знаем и помним, как было возможно вырваться из Советского Союза. И наши модульцы, которые не надеялись на то, что мы когда-нибудь поймем, как наше поколение, так они дали нам такое видение, что из Египта, чтобы мы лучше это поняли, не было никакой возможности рабу сбежать и скрыться где-то. Этой возможности не было. Это была великолепнейшая армия. Армия – самая профессиональная армия в то время. Ну и как сейчас сегодня Америка стремится к этому, самая развратная страна она была тоже. И оттуда вырваться рабу было невозможно. И все-таки вышли мы оттуда. Как мы вышли? Нас вывели. Кто? Тот, кто вывозит ягнят, которыми он дорожит, которых он любит, из степи, где вот-вот появятся голодные волки. Их вывел тот, которого называет, Зоар называет его Роэнэйман. Роэнэйман, верный пастырь, если перевести на такой, на такой, скажем, педагогический больше язык. Верный пастырь. А пастырей таких было всего семь у нашей нации. И что они творили? Какое у них имеется духовное содержание? И не только духовное. Какие у них есть возможности? И какое у них назначение? Эти пастыры, их назначение имеют вдувать в нас, вот как, когда человека сотворили, воипах, беопах, нишмат хаим, Всевышний вдул в него душу, которая оживляла его. Вдувать душу, жизненную энергию в душу духовную, в божественную душу – это происходит через Моисея. А Моисей имеется в каждом поколении свой Моисей. Один. Так же, как у Моисея было там 70 старейшин и очень много других пророков и других рангов. Но Моисей был один. Так же, во всех последующих поколениях. А что говорит Зоар Акадош? Зоар Акадош говорит, что и по что-то демуше распространение и извлечение Моисея – В каждом поколении имеется свой Моисей, который получает энергию от первого Моисея, а энергия там проходит не через сжатие. Просто берешь отсюда и переводишь туда. Совершенно не сужаешь этого. Вот таким образом получились все наши вожди поколений. И один из них, тот, которому осталось вывести нас из Египта, из сегодняшнего Египта. Мы сейчас заделем, что такое сегодняшний Египет. И ввести нас в храм. В третий храм. Медраж говорит, Моисей, Гоэл Решон, Моисей, он Гоэл Решон, он первый избавитель наш. В Моше Уган Гоэл Ахарон, он также избавитель последний. Гоэл Решон, вы Гоэл Ахарон. Вот этот человек, который Гоэл Ахарон, потому что он является неотъемлемой частью Гоэла Решон, первого, это наш Любавишский Ребет, седьмое поколение Аталта Ребет, основоположника Хасадизма Хаббат. И, между прочим, это явление на одного человека в целом поколении, в целый его период. И это наш Ребет. К чему это я подчеркиваю сейчас? Я хочу, чтобы вы все имели какое-то более такое внешнее, наружное отношение, наружный контакт с Ребет. Это очень важно. Вот точно так, как мы делаем митцвод какие-то, да? Ну, мы одеваем тфилу, мы зажигаем свечи, мы делаем брыдмила. Да, мы не всегда знаем всю внутреннюю, глубокую часть, заложенную вот в этом митцву. Мы понимаем, что такая часть есть, но мы не чувствуем ее, мы не думаем о ней. То же самое при связи к Ребет. Мы должны понять, что нам нужны какие-то наружные, внешние процедуры. И я вам могу сказать, что в последнее время ощущается связь с Ребет и последствия того, что ты написал Ребет и предстал перед ним тем, что ты написал. А это я уверяю вас, когда пишешь Ребет, то каждый человек начинает задумываться. Он обязательно входит в сферу правды, в сферу откровенности, в сферу, назовем ее, Чувы. И вот Чува сейчас серьезная. Он серьезно отрывается от грехов и серьезно переходит в мир, в мир нужный ему. Связь продолжается. Люди, которые пробуют это делать, пишут письма. Есть очень много явлений, которые на простом языке называются чудеса. Я уже не говорю о том, что при жизни Ребет делал очень много чудес. И которые сейчас, я как раз на днях видел, вышли фильмы в Хабаде, в Джене. Это есть такая организация, в которой они сейчас делают фильмы из рассказов людей, которые были у Ребет. Больших людей, которые были президентами стран, там Америка или Израиль, или Кребы приходили со всего мира. Это было все как-то не то, что засекречено, но это было не для всех доступно. Сейчас начало это выходить. И сегодня, сегодня, как раз конкретно сегодня, я видел небольшой фильмик, который был когда-то показан. Выступает израильский генерал и рассказывает о его встрече с Ребе и как там все было. А сегодня я видел, это на английском языке говорит американский еврей. Но он соблюдает все и является каким-то активным деятелем в еврейских организациях. Он рассказывает так, что он слышал, что израильский генерал, Ариэл Шарон, известный генерал, должен был лететь на самолете в Израиле из Нью-Йорка. Он зашел к Ребе, учил аудиенцию, и сказал Ребе, что он улетает. Ребе ему сказал, знаешь, отложи полет. Вот он такое слышал, он послушался и отложил полет на один день. У него было что делать, у него были лекции в университетах среди еврейских общин. А потом оказалось, что этот самолет захватили террористы, и он сел в Алжире. Мы в это входить не будем, мы войдем тоже не в саму суть, а лишь в то, что было дальше. Он говорит, он знал Любавишского Ребе, он бывал у него несколько раз. Но настолько он хотел иметь какой-то источник нормальный, он не знает, а только слухи такие пошли. Так на следующий раз, когда он был у Ребе, а у Ребе он был долгое время, и обычно это было ночью. И они говорили там о делах, которые стояли на повестке дня. А ему все время хотелось вот это как-нибудь спросить, найти место и спросить Ребе, было ли такое. Так он спросил, Ребе сказал, да, я помню, я помню, это был его визит, такой-такой-то, и да, я его благословил. Но вы его благословно сказали ему, чтобы он не летел этим самым дрессом? Он говорит, да, он мне сказал, что он летит завтра. Я сказал, не надо. А то он спрашивает, да как Ребе, вы что, вы представляете, что вы говорите? Вы же реальный человек. Как такое творится, и люди об этом не знают? Как это вы видели? Он мне говорит, а я не видел ничего. Он мне сказал, что он прощается, он улетает завтра, он не улетает. Так почему же вы других не предупредили, которые были в этом самолете? Я говорю, а я не видел, я не знал. Я не знал, я знал, что он лететь не должен, все. И это сегодня я видел. Это есть в Ютубе, все это можете найти. В Хабаде чудеса у наших предводителей никогда не занимало большого места. Всегда они были. Если бы их не было, мы бы сегодня здесь не сидели. Мы не отрицаем и не отказываемся, главное, от чудес. Мы знаем, что все, все это чудеса. Особенно сейчас, когда мы говорим про Ребе и про Пейсах, и про Ходыш Ниссан, мы знаем и должны осознавать, что наша фортуна находится над мировым созвездием. созвездия, которые есть и получаются для всего мира. Это дает нам строение характера, строение наших качеств, иногда в лучшую сторону, иногда в хужую сторону, состояние наших склонностей. евреи имеют над этим еще один зонтик. Где мы это видим явно? Первое вот такое явление было в исходе евреев из Египта. Это Пейсах. А потом уже были другие праздники. Был праздник Пурин, очень известный нам всем, Ханука. Так если мы сейчас не посмотрим на эту хронологию, а посмотрим на хронологию явлений, то мы увидим, что по календарю Пурин находится, это последний месяц в году, а первый месяц это Пейсах. Так как ни странно, мы Пурин уже отпраздновали, и тут же мы входим в Ниссан. И одно из выражений из избавления из чудес Пурин, мы очень близки к избавлению из чудеса Ниссана. Это по другой линии. Так что мы сейчас с вами находимся вот в такой период времени, что мы вышли из Пурима и вошли в Ниссан. То есть одно чудо за другим. Но с чем мы ушли из Пурима? Перешли мы сейчас в Ниссан. А с чем мы ушли из Пурима? Основная роль чудо совершившегося было то, что персидский король Ахашвирош вдруг на него напала бессонница. Утром должны были повесить Мурдыхая. Этот самый Гаман должен был повесить в Мурдыхая. Ночью он устроил пир, то есть не он, а Эстера Малка устроила пир. На этом пире она удовольствовалась обещанием Ахашвироша, что он сделает для нее все, а даст ей полгосударства. и она сказала ему, прийди завтра, завтра с Гаманом вместе и завтра на этом пире, я тебе скажу, какая у меня к тебе просьба. И он согласился. А началось все с того, что после этой пирушки Ахашвирош пришел домой во дворец, хотел спать, но он что-то не мог заснуть. И тогда он велел, чтобы ему читали. Это очень интересно. Я иногда прошу внуков моих, особенно в дневные, в субботные часы, когда я иду отдыхать, чтобы они читали что-то. Уземляя, стицы там начали читать и затронули момент. Пошли они так, по дневнику, по событиям, пришедшим в царство его вот в это время. И дошли до того, что двое его телохранителей, самых близких, хотели, договорились отравить. Это был какой-то народ, у них был другой язык, большинство людей не понимало этого языка. А Мордехай все время сидел там на дворе в таком месте, где он все видел, все слышал и там он должен посидеть. По своей воле, по воле всемышнего. Он услышал эти переговоры и передал их Эстер. А Эстер передал это Хашмирошу в свое время, тогда. И Хашмирош тут же назначил людей, исследователей и так далее и выяснил, что это правда. И их повесили. И спрашивал и царь, участица, скажи, чем его наградили за это. Ничем не наградили. Не записано. Есть такая рубрика, какую награду он получил, ничем не наградили. Как это может быть? А ну, кто там при дворе? и как раз пришел Хаман во двор просить разрешения повесить Мурдыхая в своем дворе на 25-метровой виселице. Он приготовился вчера. Наша Тора отмечает этот момент как самый главный момент этого чуда. Вот тут произошло. Поэтому, когда читают Мигилу, вот в этом месте надо возвысить голос, перейти на другую октаву. И что во всем этом кроется, решила судьбу нашего народа тогда? Просьбы мольбы Эстер и безграничная любовь Ахашвироша к ней. Так почему надо поднимать этот голос, выгружать? Потому что там написаны очень интересные вещи. Опять-таки, как почти все, абсолютно все отрасли Торы, все сказанное в Торе, в открытой Торе, невозможно понять без хасидизма, без кабалы. То есть можно понять, но это будет поверхностно, глубже не получится. В Мигеле написано Балайла Агу вот в ту ночь. Она так детально описывает, как они пирсовали там, потом разошлись, а ночью царь не мог заснуть. а для чего написано Балайла Агу в ту ночь. Вот так же идет день, вечер, потом идет ночь. Каждому было бы ясно, если бы не было написано Агу, Балайла Агу это в ту ночь. Если бы слова в ту не было написано, то это тоже понятно. говорит Агу хасидизм Медраж Агу вот это слово в ту ночь, в ту ночь подразумевает, что Лайла само по себе же это ночь, а та ночь это еще большая тьма. А что такое у нас ночь? Что происходит ночью у человека? Ведь вот все есть, руки, ноги, голова, даже мозг есть, и глаза, и язык, все существует, но как это существует, это не функционирует. Слышать, может быть, слух немножко функционирует, если кто-то выстрелит, то он услышит. Кто меньше всех и меньше всего функционирует, это глаза. Мозг еще работает, ему могут сниться какие-то сны, какие-то видения, чувства какие-то могут тоже пробудиться в нем, но видеть он ничего не видит, глаза прикрыты. Хасидизм объясняет, что ночь символизирует Галут, наш Галут, наше изгнание с нашей земли и из нашего статуса. Какой был у нас статус до того, как мы ушли в Галут? У нас был свой храм, у нас были свои обычаи, у нас была своя культура. И не просто так культура, культура в которую входило двенадцать колен. Каждое колено имело свое предание, свои обычаи, свою традицию. Все колены были разбросаны, они были единый народ. Но единый народ это не значит, что это одинаковый народ, как человеческий организм. человеческий организм, он одно целое. Руки это одно дело, уши это другое дело, глаза и так далее, и ноги. Это совсем разные вещи. А потом внутренние органы. Каждый имеет свое назначение, каждый имеет свое развитие, каждый имеет свои элементы питания, что его развивает, и не дай Бог наоборот, деградирует. Нельзя ошибаться, нужно хорошо во все это вникать. Когда человек бодрый, не спит, то появляются все качества возвышенности одного члена от другого. Одной части тела от другой. Мозг над всеми, уши и глаза и говор это дает, это находится на самом высоком месте, это отличается своей важностью, своими талантами, своей способностью. Решающие вещи человек делает по диктованию мозга. Без того, что мы входим дальше во все эти мелочи, мы уже знаем, что когда человек не спит, в нем больше проявляется его особенность, его способности, его таланты. Вот такое состояние было у евреев до того, как они ушли в голод, у них был тогда свет, у них был день, ночь не меняет ничего, все, что стоит в доме или на улице, во тьме это находится также днем, то же самое, ничто не меняется, но человек не видит ничего, нет реакции, ничто не пробуждает в нем какую-то реакцию, какое-то действие. Эта самая ситуация находится у евреев в Галуте, а не ночь, тьма, сон, написано в Шираширин, они ешина, я сплю. Зор говорит, байгалута, прибавляет, байгалута, я сплю. И вот это определение ночи. А что это такое ху? Танус, зачем это Мигела пишет? В ту ночь он не мог заснуть. Это лишнее? Это не лишнее. В ту ночь это еще то, что темнота, тьма усугубляется. Она становится мощнее, она страшнее становится. Настолько все затмилось, что человек не знает, где день. Ему все кажется, что это день, а это ночь. Такое было состояние. А как они дошли до такого состояния, что надо было прибегать к такому чуду, что вот такая тьма должна была осветиться вдруг. И от кого она осветилась? От Ахашвироша осветил ее? Он тут же распорядился то, что надо было сделать, сделали, и уже евреи были совсем-совсем в другой степени. Что привело евреев к такой тьме? Вызвать такую тьму у Всевышнего? Их привело то, что они вдруг стали преклоняться культуре Ахашвироша, культуре той империи и тех народов, которые жили вокруг. Во-первых, их пригласили. Ну, раз пригласили, если царь сам приглашает, устраивает пир, как это, граждане не пойдут. Они жили очень хорошо тогда там. И вдруг им такой почет отдали. И мало того, им дали там кошерную пищу, кошерное вино, взяли очень много еврейских людей, чтобы были мажги, чтобы наблюдали за кошертом. Все было хорошо. Но им вот эта пирожка, которая продолжалась 180 дней, вошла в них очень глубоко. А евреи, между прочим, где-то есть такая характерность. Во-первых, есть у нас закон, который говорит, когда ты в государстве, уважай государство, почитай. Почитай ее законы, ее правила. Но есть ограничения, то, что не противит нашей традиции. Выполняй свой гражданский долг. Например, плати налоги, иди в армию, не ешь ни кошерное, не пей ни кошерное вино, ни переходи вот эту черту с апрета. Вместе с тем, у них настолько это набралось, им бы никто ничего не сказал. Были, поели, первый ночь, второй ночь, шалом. Танцевали, там доходило уже до большего, чем танцевали. А им это понравилось. И они восхищались этим. И тогда все, Вишний сказал, что этот народ мне уже не нужен. Я его уничтожу. Я себе сделаю, создам новый народ. До этого началось вот то же самое в Египте. Евреи постепенно на протяжении десятилетий приняли на себя духовное рабство тоже. Не только наружное физическое рабство, что их день и ночь рабащады приняли на себя и уже были солидарны с происходящим. Внутренне солидарны. Им это нравилось. Это к ним прилипло. В хасидизме написано, что есть такой момент, ведь все души находятся в каком-то послании в этот мир для того, чтобы избавить искры Божьи из тех мест, где они находятся и возвысить их обратно. Так это же благородное дело. В хасидизме употребляется, что иногда тот, который должен избавить эти искры, к нему лепится и он сближается с тем, что эти искры сжимает, ущемляет их. То есть к нему прилипает грязь. Такая оболочка, что она грязная и не должна быть. И вот поэтому евреи в Египте попали в эту ловушку. 80% евреев не могли выйти из Египта. Кто вывел евреев из Египта? Кто осилил все это? Кто превратил? Они практически были рабами. Кто их превратил в народ? Не просто в народ. 40 лет водил их по пустыне и обучал их военному делу. Они все время воевали. То есть он воспитывал народ от А до Я. Он из них делал настоящую профессиональную армию во всех направлениях. Там все время носили по пустыне эти принадлежности переносного храма. Там приносили жертвы. Там выполняли обряды. Все делалось там. Получили Тору на горе Синай сразу после исхода из Египта. То есть вершилось, вот это вдруг превратилось в народ. Первое выступление нашего великого вождя. и он это передал дальше. Через много столетий был еще один вождь, которого звали Мурдыхай. И он спас в той ситуации. Он уже видел, он видел, что надо опустить верхний парашют, не нижний. Нижний все законы природы, все убеждения просто так не помогут нам здесь. И так же, как Моисей стоял и молился, чтобы Всевышний простил им грех золотого отельца, а если нет, он сказал, Всевышний сказал, знаешь, слушай, давай, перестань на эту тему, я тебя трогать не буду, я построю с тобой, на тебе, на твоем начале построю новый народ. Так сказал ему в ответ Моисей, если ты хочешь их истребить, вот я первый. И сотри мое имя и всего, что написано в Торе, я не хочу в этом участвовать. Я одно целое с моим народом. И вот этим он взял, этим он покорил, всевышнего. То же самое мы наблюдаем в Мурдыхае. Он видел, что евреи не могут избавиться от вот этой грязи, что к ним прилипло. И тогда он сказал, слушай, надо что-то делать. Эстер ему сказал, надо идти пасти сюда-сюда, но что он сделал? Он как ни все не бывало пошел, собрал 22 еврейских детей. И они начали молиться, и они начали заниматься, как будто ничего не произошло. Он знает, что есть такая угроза, еще через 11 месяцев будут их всех лезать, беспощадно, младенцев и женщин, и кого хочешь. Он перешел в другую сферу, и он передал это народу. И в то время весь народ вдруг осознал, он из своих чувств дал им те же самые чувства. Вот это и есть то, что передает глава поколения нишу. Вот это он сделал. И до евреев дошло. Написано Аль-Тар-Эбе пишет, что Гаман поставил вопрос так, что если евреи перейдут другую веру, в их веру, он их пощадит всех. Не будет трогать никого. Тот, кто перейдет, пожалуйста. Не нашлось ни одного человека в Персии, в купеческой Персии. Перские евреи, они очень такие коммерческие. Никто не прошел. Это те же самые евреи, которые сидели и наслаждались вот этой трапезой Иохаш Мироша. Вдруг их вдохновило совершенно по-новому, и они решили, нам лучше погибнуть с тобой, чем предать тебя. Вот вам ситуация. И то же самое, всю эту золотую нить в нашем поколении продолжает это наш Ребе. Он дал нам вот это вдохновение и дал нам вот эту возможность и силы идти на крайние меры, которые мы предпринимали в Советском Союзе. Были евреи, что ну надо слушать это же нарушить одну субботу для того, чтобы сохранить много суббот, потом будешь их соблюдать. А были евреи, которые вообще не хотели слушать, им не нужно входить во все эти дискуссии, во все эти реплики. Одним из них был близкий дорогой мне человек мой отец. Мой отец никогда не остригал бороду. Никогда, можно сказать, официально где-то не работал. Он был всю жизнь в бегах. В конце сороковых годов была большая облава на религиозных евреев, хасидов в Самарканде. Посадили много евреев там, бухарских евреев, которые были приближены к Хабаду. В основном были евреи с бородами, большие хасиды. Был там Равин, который эмигрировал, эмигрировал, бежал с Украины, я не помню, или он был, в Кременчуке, кажется. Шмай Мариновский, Шмай Дыров. Он сказал двум своим парням, два сына было, убегайте, тут сегодня ночью арестовали того-то, убегайте. Одному было там 20 лет или 22. Вот такие два брата. Я их хорошо тоже знал позже, когда это происходило, я еще не родился, но позднее мне уже пришлось быть с ними, очень благородные, одаренные, религиозные люди. Но надо скрыться, надо острить город. А мой папа побывал до этого в Самарканде, и он был с ними знаком, но жить, он жил в Ташкенте. И они решили бежать в Ташкент, и в Ташкенте они пришли в синагогу, нашли синагогу, знали, где она, в Сагбан, пришли туда, но их никто не знал, и люди тогда боялись, кто-то новый, еще молодые парни входят в синагогу, и не знай, что ждет человек, кто зайдет после этого. И вдруг они увидели моего отца, они его знали, они подбежали к нему, и говорят, Рапмейер, кто вы, как вас, что вы, откуда вы, они говорят, мы ехаем, а я из ролика, два брата, мы равина Шмая Мариновского сыновья. Он посмотрел на них, вытрашивает глаза, и как это, вы без бороды? Они ему говорят, а, вы знаете, что произошло? Там просто вчера ночью была глава, посадили того, этого, всех посадили, и мы решили бежать сюда. Вы находитесь в гонении, в бегах, так что же вы сняли городом? Эта борода же вас защищает, это ваша защита, а не угроза. Вот такие люди тоже были. И, слава Богу, наша взяла такая громадная империя, как Советский Союз. Думаться только. Мы должны себя приучить к тому, что стараться жить вот в этой сфере. А для этого много не надо. Я тут смотрел, раньше хотел что-то провести вам из Тании. Есть 42-я глава в Тании. Я искал в Тании на русском языке, чтобы всем было ясно. в Талмуде говорится так, так как у нас в стихе написано, а теперь Израиль, чего Всевышний Бог твой требует от тебя? Вы сейчас входите в Израильскую землю и, пожалуйста, ведите себя как нужно. Требую я от тебя того только, чтобы ты страшился Всевышнего Бога твоего. Больше ничего. В Талмуде устраивается целая дискуссия, целый разговор на эту тему. Что значит больше ничего? Только этого требует. Разве страх столь легко достижим? Отвечает геморрак Талмуд. Да, для мужей это легко достижимо. Ответ на первый взгляд непонятен. Это в Тании написано, что я сейчас читаю. Ведь сказано требует от тебя. Дело в том, что в душе каждого еврея есть нечто от Муше, ибо он один из семи пастырей, которые привлекают жизненную силу и божественность ко всем вместе душам евреев. Потому они, эти семь пастырей, называются пастырами. А Муше Рабейну всех их в себе обобщает. Он называется верным пастыром. А именно он привлекает категорию дат. Это в Третьем Пейрике написано дат. Что такое дат? Это степень в душе. После хохма бина идет дат. Хохма это мудрость перевод, но это на самом деле осеняет какая-то мысль, но она еще не сформулирована. А бина это ты уже начинаешь разбирать. А дат это когда ты уже чувствуешь, ощущаешь эту мысль, эту идею. Муше Рабейну привлекает категорию дат ко всем вместе душам евреев, дабы они знали Бога, каждое в соответствии с познавательными способностями своей души. А чтобы они знали Бога, в Третьем Пейрике он приводит это от слова и познал Адам Еву. То есть это не только что он знает что-то внешне, что-то наружне, нет, это полное воссоединение. Соответствии с познавательными способностями своей души и ее корнем наверху. И с тем, насколько она черпает от корня души Мошер Абейну укорененной в высшем знании. Называется Даатерион. Что в десяти сферот мира Атилут, находящиеся в единстве с эманирующим благословен он и его знания едины. И он знание. Помимо всего этого в каждом поколении искры души Мошер Абейну нисходят и облекаются в тело и в душу мудрецов поколения отчей общины дабы учить знанию народ чтобы знали величие Бога и служили ему сердцем и душой ибо служение сердцем соразмерно знанию как сказано знай Бога отца твоего и служи ему с полным сердцем и с душой желающий. А я главное могу вам сказать что это если человек доходит вот даже начинает до таких степеней доходить что он внутренне хочет соединиться с Богом то он все делает с радостью ему вдруг становится хорошо о будущем о времени Мощеях сказано и не будет и не будут учить друг друга говоря познайте Всевышнего почему ибо все будут знать меня но основа познания не есть только знание чтобы знали о величии Всевышнего от учителей и из книг основа в том чтобы углубиться знанием величия Всевышнего и укоренить мысль свою во Всевышнем всей крепостью и силой сердца и мозга так чтобы мысль человека была связана со Всевышним крепкой и сильной связью так же как она связана с чем-либо материальным что он видит телесными глазами и углубляется в это мысленно и вот от этой степени что она у Моисея была у самого очень развита он кормил наши души до сих пор кормит мы должны начать потихонечку идти в эту сторону давайте поможем Моисею а это значит так начнем с пяти минут перед молитвой задумаемся перед кем мы идем молиться потом у нас имеется сидур сегодня очень хорошие переводы и там каждое слово заставляет себя задуматься но не больше чем пять минут десять минут максимум не нужно в это входить потому что это не совсем для всех одинаково и не особенно в наше время так что начнем с этого и вы увидите как наши сердца раскроются а всевышний такое не пропускает и мы должны писать рэвое письмо вот завтра здесь целый день пишите каждый в своем месте может написать не обязательно длинное письмо но от всего сердца и отправить это письмо надо это отправить на Оил в Америку есть специальная корреспонденция как это послать возле каждого из вас находится Бетхабад там знают как это сделать вы только напишите свое имя имя матери вашей напишите проблему и напросите просьбу и все больше ничего не надо кто захочет поздравить с днем рождения пусть поздравит а главное чтобы свершилось уже то чего мы ждем постоянно беспрестанно ждем Мащия Ахциткейну чтобы Ребе пришел вместе с ним и явился к нам вот здесь все мы души в телах до свидания вам товарищи вот у вас завтра рабочий день больших достижений до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...